Всем привет! Я приехала на дачу к моим родственникам, и сегодня я вам расскажу немного о русской даче. Часто русские люди проводят выходные на даче. Мы приехали вчера вечером, в пятницу вечером, и обычно в субботу и в воскресенье, то есть выходные дни, русские отдыхают на даче и работают на даче. Некоторые только отдыхают. Итак, что есть на даче? На даче есть дом. Вы видите дом. Потом я вам покажу еще другие традиционные русские дома, какие еще есть дачи. Это дом. Это цветы. Есть много красивых цветов. Видите, какие здесь красивые цветы? Это прибежала собака. Это собака. Привет! Итак, сейчас мы пойдем посмотрим, как растут перцы. Я зашла в теплицу. Здесь очень жарко, и здесь растут большие перцы. Видите, какие большие перцы? Красивые, вкусные перцы. По-русски это называется болгарский перец. Сладкий перец. Сладкий перец. Мы режем его в салат. Это перец. Давайте посмотрим, что еще есть на даче. Это картошка. Небольшие грядки. Не очень много. Здесь растет картошка. Здесь растет свекла. У свеклы красные листья. Это свекла. Это кабачки. Сейчас я вам покажу кабачки. Кабачки. Вот большой кабачок. Или вот там есть маленький кабачок. У кабачков желтые цветы и большие зеленые листья. И за кабачками растет укроп. Посмотрим, что есть еще. Это цветы, которые называются Анютины глазки. Это цветы розового цвета. Не знаю, как они называются. Это цветы похожи на лилии. Лилии. Что еще есть? Пойдем по дорожке посмотрим. Это пионы, которые уже сейчас не цветут. Пионы очень красивые цветы. И русские очень любят пионы. Это, наверное, можжевельник. Высокое дерево. Здесь есть несколько красивых деревьев. Это сирень, который обычно цветет фиолетовыми цветами или белыми цветами. Это рябина. Если вы видите, с красными ягодами дерево называется рябина. Ягоды называются тоже... Ягода называется рябина. А там стоит баня. Русские очень любят ходить в баню. И сейчас уже затопили баню. Скоро мы пойдем в баню. Еще здесь есть мангал и готовят шашлыки. Делают барбекю. Годят шашлыки из мяса или из рыбы. Дальше здесь будет фонтан. Его надо доделать. Это яблоня. Это яблоня. Но я не вижу яблок. Это тоже яблоня. Это две молодые яблони. И яблок в этом году на них нет, по-моему. Дальше. Вот соседние дома. Это традиционные русские дома. Деревянные дома. Здесь вы видите яблоню и много яблок. Видите, какие красивые розовые яблоки. Они еще, наверное, не спелые. Наверное, они созреют в сентябре. То есть их можно будет есть в сентябре. Сейчас прекрасная погода. Голубое небо и солнце. Здесь вы видите дрова, чтобы топить печку. дрова. Бочка с водой. Там есть вода, чтобы поливать овощи, поливать картошку. Вот растет картошка. У картошки белые цветочки. Но мы едим корнеплоды картошку. Мы едим то, что находится в земле. Есть душ. На даче часто душ на улице. И наверху стоит контейнер с водой. Вода нагревается, потому что тепло. Потом можно принимать душ. И еще красивые белые цветы. Сейчас мы с вами зайдем во вторую теплицу. Это теплица, где растут огурцы. Вы видите маленький огурец. Его можно будет есть через два дня, наверное. Огурцов желтые цветы. Желтые цветы, зеленые листья. Вот они растут вверх, огурцы. И есть еще маленькие огурцы, которые скоро можно будет есть. А есть даже уже побольше. Вот эти два огурца, например, уже можно есть сейчас. В России любят есть огурцы. И все едят огурцы. Вот еще есть один огурец внизу. И здесь рядом с огурцами растут помидоры. Это помидоры. Вот здесь вы можете видеть помидоры. Высокие помидоры. Пока они зеленые, еще не готовы. Но вот здесь уже розовые. Скоро они будут красные. И тогда можно будет есть салат из огурцов и из помидоров. Красные помидоры, традиционные, круглые. А еще здесь есть вытянутые помидоры другого сорта. И они, кажется, желтого цвета. Вот там растет рядом помидор, который почти созрел. И он желтого цвета. Не очень видно, потому что свет падает не очень хорошо. Итак, это были помидоры и огурцы в тепле. Здесь растет картошка. Здесь растет свекла. Здесь растут кабачки. А там растет укроп. Русские очень любят укроп. Еще здесь есть морковка. Вот здесь у нас есть морковка. И это тоже кабачки или тыква. Еще очень много цветов. Смотрите, как много цветов. Очень красивые цветы. Вот. Есть парник или теплица, потому что в России не всегда тепло. И климат не очень хороший. В парнике или в теплице растут перцы и растут огурцы и помидоры. Есть баня и это дом. Итак, теперь вы знаете, что такое русская дача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т. 155 é錯 Hz. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кулакова